Яков Оренсон, бывший министр экономики, советник-председатель правления Роснана, в нашем эфире. Здравствуйте, Яков Месич. Добрый день. Вот как раз пострадал человек от деятельности городских властей. В пробке простоял. Яков Месич. В бульварном кольце что-то случилось, не пойму что, но я с него уехал, и я тоже бульварное кольцо стоит просто на смерти. Ужас какой-то. Давайте мы с вами о деньгах поговорим о привычной всем нам материи. Бульварное кольцо не едет даже за деньги. Да, да. А вот список Форбс едет за деньги. Владелец Новолипидского металлургического комбината Лисин возглавил рейтинг богатейших бизнесменов России. А, это новый какой-то уже рейтинг. Да, это новый, свеженький, совсем свеженький. В этом году сюда впервые попали 11 человек новых из России. Возросло миллиардовое состояние наших россиян. Среди которых, между прочим, совладелец торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове. Ну, и Павел Дуров попал в этот список. Почему санкции у нас есть, рубль падает, а количество долларовых миллиардеров растет? Вы, как в советское время говорили, растет благостроение советских людей. Да, среди температуры по больнице. Отдельного класса российских людей. Это нормально, цены на них достаточно высокие. В смысле, вы с чем планировались? Да, внешний рынок благоприятен для нашего бизнеса. Поэтому ясно, что число миллиардеров, как вы сказали, увеличивается. А то, что Лисина вышла на первое место, считаю, это вполне справедливо. Поскольку сземнеизвестных бизнесменов вот такого уровня по интеллекту, по уровню понимания вообще бизнеса, по работоспособности, он действительно должен быть первым. А вот с другой стороны, опять же, Павел Дуров. Человек, который сейчас не сходит со страниц газет и с экранов интернет-мониторов. Человек, который вышел в долгые миллиардеры не природными ресурсами, а чисто интеллектуальными задачами. Это и есть та самая цифровая экономика, на которую наставит наш президент? Ну, одно из ее проявлений, чрезвычайно уважительно отношение к нему, к той работе, которую он проделал. Ну, и дай бог, чтобы он дальше развивался. То есть, это именно то, о чем... Несмотря на все происшества. Чего хочет наш президент, и который при этом все-таки левая рука не знает, что делать правильно. Нет, что хочет наш президент, я не знаю, не понимаю. А вот то, что Дуров делает хорошую работу, это я вижу и пользуюсь этой работой. А скажите, как вы считаете, тенденция будет... Ну, будет ли тенденция увеличения людей в этом списке, количество людей, которые занимаются не сырьевой экономикой? Интеллектуальной, предположим, цифровой и так далее. Надеюсь, что будет, особенно в айтишной сфере. Но все это опять зависит от, к сожалению, как и вся наша экономика, все это зависит от тенденции мирового рынка, от других факторов, которые определяются не этими людьми, а конъюнктурой. А условно, Яндекс, Касперский, Дуров и прочее, они каким образом от нефти зависят? Нет, вот именно потому, что они не зависят от нефти, я за них и ратаю. Ну, вот просто с вашей точки зрения, это... Наш рынок и курс нашей валюты, и конъюнктура наша зависит от внешнего рынка очень сильно. Доля российской экономики, мировой экономики, там примерно полтора процента. И весь наш внешний торговый оборот больше, чем наполовину, существенно больше, чем наполовину, зависит от экспорта природных ресурсов, нефти, газа, угля, металлов и так далее. В этом смысле мы зависим, конечно, от внешнего рынка сильно. Абсолютно все, начиная от рядового человека, кончая миллиардерами. Вы знаете, вот это меня всегда вопрос беспокоит. Вот есть у страны природные богатства, не обязательно речь о России, там Норвегии, не важно Саудовской Аравии. И получается так, что мы все время хотим вот слезть с этой самой иглы сырьевой ресурсной, да, и говорим, что это плохо. А тогда куда их девать-то, эти ресурсы, вообще ими не пользоваться? Да нет, конечно, я никогда не употребляю термин «слезть с сырьевой иглой». Это бессмысленно, действительно, как вы справедливо сказали, наличие у нас богатых сырьевых ресурсов, это наше гигантское конкурентное преимущество. Но вся проблема в том, как расходуются те дополнительные доходы, те дополнительные деньги, которые мы получаем, ну, в частности, благодаря высоким ценам на нефть, газ там или на алюминий. Одно дело, если они расходуются на увеличение благосостояния всей страны, норвежцы создали специальный фонд, из которого развиваются высокие технологии, и из которого осуществляется помощь социально нуждающимся в этой помощи населения. Не сплошняком с тем, а тем, кто действительно в ней нуждается, хотя, конечно, в Норвегии, говорите, нуждающихся... Ну, да, относительно Норвегии, видимо. Да, но у них фонд имеет свой устав, имеет вполне жесткие правила, которые были приняты демократическим путем, и более-менее никуда он идет. Тогда почему бы нам не прекратить разговор о том, что надо слезать с иглы, а просто прямо сказать, что нас эта игла кормит, и пустить эту энергию в мирное русло? Ну, я лично был бы за, если бы мы так сказали, заявили, а главное, если бы мы так и сделали дополнительные доходы от наших природных богатств, пустили бы, а на развитие, на поддержку, прежде всего, на поддержку действительно нуждающихся в помощи слоев населения, а не олигархов или еще кого-то, как сейчас, очередной раз, будем помогать своим олигархам в связи с санкциями. Это, во-первых, на поддержку социально нуждающихся, а второе, на развитие высоких технологий, если это действительно для нас актуально. А вот смотрите, какое противоречие получается. Мы сейчас не очень хорошо ладим с западным миром, а в силу того, что у них развитая экономика, наши природные ресурсы, по большей части, нужны вот этим развитым странам, а не, предположим, там Африки, при всем к ней уважении, да? И получается такая штука, что мы, с одной стороны, увеличивая производство природных ресурсов, добычу, да, мы сделаем свою зависимость от Запада большей. Вот как к этому относиться? Как сказал, мы распоряжаемся этими природными ресурсами, но главное в том, в вашей посылке, с которой вы начали, у нас плохие отношения с Западом. Вот это, я считаю, для страны просто катастрофа. Впервые за всю историю России, насколько я понимаю, Россия оказалась одна вообще без всяких союзников. У нас там Первая мировая война была Антанта, во Вторую мировую войну там США, Англия, Франция, то есть такие неслабые союзники. А сейчас кто у нас союзник? В Северной Корее, Белоруссии? Да нет, уже в Северной Корее все сложно. Они там вступили в переговоры с американцами, как известно. Лукашенко тоже на Запад смотрит. Так что у нас уникальная ситуация, еще до каких-то событий на площади. Ну, просто уникальная ситуация, когда нет страны союзников, на которые она могла бы рассчитывать, в том числе и в финансовом взаимодействии. Это плохо. И, конечно, это ухудшает всю ситуацию, политическую, социальную, какую угодно. Ну, и экономическую, поскольку для нас любые кредиты, любые займы становятся очень дорогими. Очень дорогими. Олег Васильевич, смотрите, если доля российской экономики в мировой полтора процента, что мешает Западу отказаться полностью от российских ресурсов? Ну, они не настаивают особо на этом. Наши богатые ресурсы они используют, если это им экономически выгодно. Но также они покупают и в Китае, и в других странах. И покупают они по рыночным ценам, независимо от всех политических конъюнктур. Мировой рынок, он очень подвижный, особенно сейчас в условиях интернета. Он позволяет пользоваться всеми возможностями интернета. Поэтому наши вот эти вот так называемые преимущества на рынке благодаря богатым природным ресурсам, сейчас они существенно меньше, чем, скажем, были десятки. Это я к тому, почему санкции, которыми, собственно, пытается завалить Запад Россию, почему санкции не распространяются на этот сектор? Бизнес-выгода остается сильнее вот этих санкционных помыслов? Ну, во-первых, Запад не пытается завалить Россию санкциями. Это неверная формулировка. Запад пытается объяснить руководителям России, чтобы не опоразить действие. Это же невозможно. Ну, не знаю, по-моему, что невозможно. Наши руководители исходят из того, что мы не сдадимся ни при каких обстоятельствах. Ну, не думают. То есть, вопрос стоит о том, что мы должны сдаться. Я правильно тебя поймал за язык. То есть, ты термин нейтральный столковал. Нет, наш руководитель достаточно разумный, взвешенные люди. Я когда-то работал с Владимиром Владимировичем Путиным, достаточно тесно понимаю логику его действий и не думаю, что он там плюет на все эти внешние условия, на дрожание и так далее. Ищет пути выхода из сложной ситуации, в которой оказалась страна, в том числе, благодаря его действиям. Это, по-моему, надо понимать. Ну, просто вопрос в том, на что можно пойти ради неких пока еще непонятных преференций, о которых вы говорите. Вот на что в политике можно пойти, чтобы получить в экономике? И стоит ли вообще на это идти? Ну, политика очень специфическое дело. Как там товарищ Ленин говорил. Политика, концентрированное выражение... Это Маркс говорил, извините, что я раз поправлю. Извините. Кто-то, в общем, из классиков марксизма или линдизма, которых я когда-то в институте учил. Аналогично. Политика, концентрированное выражение экономики. Когда экономика заставляет людей искать рынки, экономить на всем, в том числе на подкупе, собственно, населения, но приходится принимать соответствующие решения. Ну, и вопрос еще, который хотелось бы обсудить. Ну, вот, как вы считаете ситуацию с санкциями, как она будет развиваться в ближайшие перспективы, может быть, долгосрочной? На мой взгляд, очень тяжелая ситуация. Есть какой-то у нас опыт, начиная там с поправки, как у Веника или... Да, там Веника или Джексон, Веника, я кончаю сегодняшний день. Санкции быстро, даже теоретически отменить невозможно. Это такой сложный процесс. Они определены, как известно, в США законом. К ним присоединились другие страны тоже посредством парламентских решений. Поэтому это длительный и достаточно тяжелый процесс. Первое. Значит, нужны какие-то сигналы с нашей стороны, которые позволят людям, которые инициировали санкции, поставить вопрос об отмене этих санкций. Просто такой вопрос будет поставлен. Пройдет достаточно много времени, прежде чем это случится. А вот что вы в это время должны делать? Ну, как? Ждать? Жить. Нет, понимаете, вот здесь я могу перейти в, может быть, более понятную для меня сферу. У нас еще есть минутка, да? Но вот в вопросах спорта, например, и там тоже ведь санкционная война идет. Там даже если идти навстречу, и действительно наша страна идет навстречу, разные шаги делает. Но за одними санкциями все равно следуют другие. И в этом плане они только ужесточаются. Ничего не происходит в лучшую сторону. Цель, видимо, другая. Тут все-таки разные вещи, потому что та же поправка Джексона Веника в какой-то момент она перестала действовать. То есть она формально существовала, но ей никто не следовал. Там немножко разные ситуации. Ее сразу заменили на закон Магнистского правительства. Это не сразу произошло. Мы между этими двумя событиями еще успели в ИТО вступить. Мы сейчас прервемся на несколько минут, а потом продолжим эту дискуссию. Персонально Ваш. 20 часов 35 минут в Москве. Алексей Осин и Несса Земмер. Трансляция идет на канале в Ютьюбе. И с нами Яков Уренсон, бывший министр экономики России. Яков Моисеевич, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Я сразу зачитаю смс-ку, тем более, что она здесь не одна, но это наиболее полная и точная. Господин Уренсон прав. Это выражение Ленина. Том 42, страница 278. Извиняюсь, сразу говорю, был неправ, вспылил. Яков Моисеевич, мы, собственно, прервались на вопросе о санкциях. Тем не менее, если санкции в ближайшие годы не будут отменены, а они, судя по всему, отменены не будут, как развивать экономику России в этих условиях? Нормально развивать. Пытаться осваивать то, что нельзя за приемлемую цену купить, как-то поддерживать собственных товаропроизводителей. По этой части у нас есть разнообразный опыт, и положительный, и отрицательный, но это придется делать. Но все это, конечно, скажется на том, что мы потеряем и в темпах роста, и благосостояние. И это, конечно, неприятно. Ну вот мы сейчас в новостях слышали, что Виктор Виксельберг, один из фигурантов последнего санкционного списка, жаловался Дмитрию Медведеву, что тяжело становится работать-то. Поддержки не просил, но Медведев уже обещал эту поддержку. Фигурантом этого санкционного списка. Кстати, как государство может и должно ли оно поддерживать тех, кто попал в эту ситуацию по его государству в вине? Ну, я считаю, что не должно это первое. А если уж поддерживать, ну, может быть, как-то там перераспределить гособоронзаказ или еще какие-то средства, которые идут из бюджета. Но это не должно быть самоцелью. Поддерживать надо то население, которое из-за этих санкций так или иначе окажется в сложном положении, скажем. Если бы я была Медведевым, я бы сказала вам, что вот Виксельберг создает рабочие места для помощи населения. Поэтому давайте поддержим Виксельберга. Есть предприятия, которые производят, скажем, Ависма, которые производят нужные на мировом рынке товары. И сейчас рынок сбыт для них ограничен. Там работают люди. И не из-за того, что они плохо работают, они потеряют какие-то доходы. Вот их, возможно, стоит поддерживать. То не всех, а действительно тех, кто... Ну, то есть, а каким образом можно... Субсидии какие-то, не знаю, выплаты или что? Есть миллион разных способов путем повышения пенсионного обеспечения этих людей. Я говорю, ну, это в каждом данном конкретном случае надо смотреть за составом людей. Не, ну, извините, что прерываю. Они сейчас живут, они через... Ну, предположим, мы ведем речь о 30-летнем человеке, который работает. Ему же пенсия потребуется через 30 лет. Самые разные способы, но в том числе... Если у нас нет текущих средств для того, чтобы увеличить, скажем, зарплату или там сейчас выдать какие-то разовые дотации, то один из возможных способов, который, скажем, я когда-то использовал, когда отвечал за помощь людям, которые в ней нуждаются, коли нет денег, но можно, значит, сделать так, чтобы они там в будущем пенсию больше получали, когда деньги у государства появятся. Есть самые различные... Медицинское обслуживание, например, да? Медицинское обслуживание, там, продовольственная помощь. У нас есть запасы, которые надо обновлять. Сейчас эта обновляемая часть запасов продается по рыночным ценам. Можно это продовольствие направлять людям, которые нуждаются в этом продовольствии. То есть, это правительство как раз должно посмотреть, исходя из имеющихся у него материальных и денежных ресурсов, решить, как оказывать помощь. Еще раз повторяю, не этим самым олигархам, или как они теперь называют, а людям, которые работают в этих предприятиях. Сейчас подумала, как бы интересно было послушать уверение государства в будущих хороших пенсиях, того самого государства, которое уже несколько лет держит замороженную накопительную часть пенсии у людей моложе 67-го года рождения. Ну, есть проблема. Есть проблема, да? Да, конечно. То есть, только наше талантливое государство может на фоне этой проблемы пообещать более лучшие, извините, пенсии. Ну, думаю, что хватит уже обожглись на всем. Еще раз делать обещания, которые потом не выполняются, но себя не уважать. А как вы относитесь к тому спору? Стоит ли держать средства резервного фонда в американских ценных бумагах или в долларах, или в евро и так далее? Я бы сначала уточнила, а есть ли у нас еще резервный фонд? Есть, есть. Есть? Достаточно большой порядка, 450 миллиардов. Часть из них в золоте, там, драгоценных камнях, а часть из них в валюте. И, конечно, надо держать их в валюте, причем в валюте, которая пользуется эффективным спросом на рынке. А это, прежде всего, доллар. Если в долларах теперь нельзя, не получается, ну, значит, в евро, в иенах. Ну, а... В любой валюте, которая пользуется спросом на мировом рынке. Нет, ну, а если речь об этом идет, предположим, отношения улучшились, ухудшились, простите, настолько, что там дошло до противостояния совсем уже горячего, и эти средства возьмут до замороза, что делать в этой связи? Ну, есть разные способы обхождения этих заморозок, которые, начиная с советского времени, большого, в этой части накоплены. Телеграм-то при чем? Да, но я считаю... Нет, здесь не об этом речь, конечно, не об этом речь идет. То есть, в принципе, можно этим упользоваться? Я считаю, что значительная часть валютных резервов должна быть в эффективной валюте. То есть, потому что обычно президента за это и ругают. То есть, говорят, с одной стороны, он, в общем, патронирует собственную страну и печется... Ну, отдельные люди так говорят, что печется в ее интересах, а с другой, значит, у него в правительстве есть такой злобный прозападный экономический блок, который вот так вот вкладывает средства в чуждые валюты и так далее. То есть, вот в этом противоречие. И, честно говоря, я вот для себя никак понять не могу, правильно ли поступает в данном случае президент. Ну, вы знаете, ведь есть же какой-то опыт по этой части. Ну, слава богу, у нас уже там четвертый год подряд прекрасный рожай, дай бог, чтобы он дальше был. Ну, когда-то были времена, когда он приходилось покупать зерно в мировом рынке. Ну, купить его можно за доллары. А если покупаешь другим путем, это и очень долго, и очень дорого. Поэтому... То есть, вкладывайте в это. Причем нужен резервный фонд. Если случилось какое-то ЧП, придется покупать там или тоже зерно, или какие-то технические средства. Рубль поддержать или... Рубль поддерживать нам другим путем, на мой взгляд. Его не поддержишь покупкой валюты. То, конечно, лучше иметь золотовалютные запасы не только в золотых слитках, но и в эффективной валюте, которая пользуется спросом на мировом рынке. А чем можно поддержать рубль, кроме покупки валюты? Улучшением. Первое, улучшением собственной экономики, повышением производительности собственной экономики. Да, но этого за один день не сделаешь. За один день можно только вбросить валюту на рынок. Ну, вот этот путь не самый лучший. Это вбросить, а практически это значит ее потерять. А многие, кстати, говорят, тоже уважаемые люди, что вместо того, чтобы покупать иностранную валюту, лучше вкладывать в собственную инфраструктуру, дороги там и так далее, создание предприятий и прочее. Вот как вы к этому относитесь? Ну, вы знаете, здесь куда вкладывать и как вкладывать? Это вот в каждый данный момент надо решать, исходя из экономической эффективности. Когда-то в дороге, когда-то, может быть, там, землеустройство, когда-то там просто на социальную поддержку людей, которые в ней нуждаются, когда-то там производство вооружений, которые пользуются спросом на мировом рынке. То есть, это вот конкретный вопрос, конкретное время. Сколько есть денег вдруг оказалось свободными? Какие есть возможности вложения этих денег в условиях санкций или по другим техническим причинам? Просто решать конкретными расчетами. Если нужно быстро, чтобы эти деньги дали результат или для решения какой-то конкретной проблемы, то это один вариант. Если можно работать долго, то это совершенно другой вариант. На прошлой неделе в одной из газет я читала, что Минэкономразвитие пока не дает макроэкономического прогноза на ближайшие три года, без которого невозможно начать работать над бюджетом, соответственно, из-за того, что ждет новых майских указов президента. Эти новые майские указы, вот вы что ждете от них? Ну, ничего от них не жду. Хороший или плохой? Делать бюджет, чем скорее, тем лучше. Делать нормальный прогноз, сходя из минимально возможных темпов. Хорошо, я по-другому спрошу. А они вообще нужны, эти новые майские указы? Если старые, нам так осложнили жить, что до сих пор вон регионы... Ну, и все эти указы, это, прежде всего, политика, они к экономике имеют такое опосредственное отношение. Это, скорее всего, работа на электорат, а не на экономику. Но, я считаю, бюджет надо делать скорее. Это для бизнеса главное предсказуемость. Как для любого человека, который живет, скажем, на пенсии, ему тоже надо иметь предсказуемую ситуацию в экономике. Поэтому, чем мы скорее свистаем бюджет, этот самый знаменитый трехлетний, тем скорее станет ситуация более понятной, более предсказуемой, тем лучше. И делать это надо бюджет, не исходя из майских указов, а исходя из экономического прогноза, причем, ну, как известная экономика делает, пессимистический вариант, оптимистический вариант, средний вариант. Я бы делал бюджет всегда, исходя из пессимистического варианта. Если вдруг будет лучше, то дополнительные расходы потратить всегда можно разумно. Нет, тут логику я могу объяснить. От майских указов ждут, ну, какая-то тавтология, наверное, в определенном смысле, указания, на что направлять деньги. Поэтому и не могут понять, как это аукнется для бюджета и, собственно, макроэкономического прогноза. Ну, я считаю, это неверный подход к расходованию денег. Деньги должны расходоваться, прежде всего, исходя из, особенно в наших условиях, экономической эффективности этих расходов. А куда их тратить? Еще раз повторюсь, на поддержку узалтехнологичных отраслей, или на поддержку сырьевых отраслей, или на помощь с самим незащищенным слоям населения. Это в каждый данный момент надо решать, сходя из конкретной ситуации. Если, не дай бог, там случилась какая-то авария на шарте, то, конечно, надо деньги туда прежде всего направлять. Если ситуация более-менее благоприятная, ну, можно там подумать о поддержке наших высокотехнологичных отраслей. Что-то так напрашивается, парадоксальный вывод, майские указы, которые направлены на повышение благосостояния российского народа, на самом деле, вредят ему. Да, не вредят, не помогают. Я считаю, что это гудок громкий, но результат минимальный. И для населения, а тем более для экономики. Вот смотри, в свое время очень много говорили о неэффективности условно ВАЗа, да, и подобных предприятий. Но государство вложило, вы говорите, что надо вкладывать туда, где эффективна отдача. Ну, в данном случае, вложило в такое не очень, как все говорили, эффективное предприятие, чтобы сохранить там рабочие места, не знаю, социально каких-то соображений. И вот такое решение было принято. Я не знаю, оно сработало, не сработало. Для меня абсолютно понятно, считаю, что это решение было правильное. Вокруг ВАЗа живет целый город в Тольятти. Работает огромное число людей. Закрыть ВАЗ экономически это было бы, и, может быть, верно, поскольку проще купить там какую-нибудь машину аналогичную на внешнем рынке политически и социально. Это явно неверно, поскольку огромное число людей останется без работы. Ну, и не дай бог насчет там бомжевать и так далее, и так далее, или бандитствовать, или воровать, или еще что-нибудь. Так что, по-моему, это решение было правильным. Коль мы это у вас уже построили в далекое советское время, и коль он работает, коль на нем заняты люди, и коль так или иначе его продукция продается, особенно, как я знаю, в сельской местности, то его просто так остановить, это было бы, на мой взгляд, неверным решением. Ну, то есть здесь сиюминутная какая-то выгода, она отступила на второй план. Получается так, да? А вот извините, то, что меня вот удивило, обычно у нас как происходит? Когда падает цена на нефть, тогда сразу свет за ними падает и рубль. А вот крайний, или хотелось бы сказать лучше последний черный вторник, который у нас был, произошло все не совсем так. То есть, вроде как нефть, наоборот, подросла, а рубль все равно упал. По санкциям, опять же. Вот. Чем вы это объясните? Это что, какая-то новая фишка, новая тенденция, или что произошло? Или первый раз санкции повлияли так, как по расчету должны были повлиять? В науке, в теории точно известно, что нет научно обоснованных способов предсказания курса. Их просто не существует. Тот, кто пытается курс предсказать, я уж не говорю, но долгосрочные прогнозы, даже коскосрочные. Вот знал бы прикуп называется, даже жил бы в Сочи. Скорее всего, это желатан, а не ученый. Поэтому, когда что-то происходит на рынке, постфактум, все можно объяснить. Но предсказать это не нужно. Нет, а я, собственно говоря, и прошу вас объяснить, а не предсказать. Это же уже произошло? Или сейчас рано еще? Произошло, ну, не знаю, я не анализировал ситуацию. Думаю, что на курс же влияет не только цена нефти, влияет масса других вещей, скажем, обострение ситуации в Сирии. Я вам не только повлияло на курс. Как, что, в каких процентах, какая там короляция, где там коэффициент 0,9, а где 0,6, это я не могу сказать. Извините, тогда я сейчас задам вопрос первокурсника. Почему тогда у нас в каждом проекте бюджета фигурирует прогнозный курс валюты и, собственно... Нет, ну, а потому что по-другому бюджету в связи стать нельзя, там же должны быть конкретные цифры. Так что, ну, я же говорю, можно по-разному этот курс прогнозировать. Я когда занимался и участвовал в составлении бюджета как министр экономики, я всегда исходил с самого худшего варианта. Люди могут поступать по-другому, это зависит от текущей ситуации. А, конечно, всегда надо курс какой-то закладывать в бюджет. Да вы сейчас какой бы наложили? Самый неблагоприятный для нас. Уклончиво. Я, опять же, прошу прощения, что считать неблагоприятным. Вот если был скачок с 70 до 80 рублей, это было неблагоприятно. Но скачок, может быть, с 70 до 150 рублей? До 150 не может. Не может? Нет. Уже хорошо. Реально, где-то в районе 80. Понятно. Не больше. Понятно. Тогда у меня еще одна тема есть. У нас есть еще какое-то время. Борис Титов. Знаете такого? Что Титов? Титов заявил, что более 30 бизнесменов подали заявки в список желающих вернуться в Россию из Англии. Ну, это бизнесмены, которые там в одних объяснениях я говорю, что они якобы скрываются от правосудия, но готовы вернуться на каких-то там условиях. Это поможет как-то экономике российской? Не знаю. Или это чисто такой декларативный политический шаг? Я не понимаю, как это может экономике помочь. Ну, вернутся люди сюда. Ну, как деньги свои привезти сюда? Ну, ладно. Это копеечные деньги. Какие там деньги? Я говорю, что в Англии там 200 миллиардов, если на наших российских денег, с нашими российскими беглыми людьми и небеглыми. Ну, значительная часть этих денег материализована в конкретных активах, задействована в конкретных операциях. Ну, какую-то там десятую часть может и морду вяжнуть, но на макроэкономику это никак не скажется. Не, ну вот люди же, если они собираются вернуться, боясь вот тех вот расследований, которые обещало правительство Великобритании, то, соответственно, они продадут свою недвижимость. Ну, прощения, невозможно, как же, там запретили выставлять от недвижимости в соответствии с санкциями. Да, то есть, это значит, что-то я упустил, понятно. То есть, уже, да, сами-то уедут, а... Вывести деньги очень сложно будет, по самым разным причинам. А с этой стороны от границы... Главное, инвестиционные резки гигантские совершенно. Вот с этой стороны от границы, опять же, там предприниматель вроде как объявил, что возвращается в Россию, а здесь ему в тот же день суд выписал заучный арест. Это... Ну, неприятно, ведь обещали вроде бы амнистию. Ну, вроде бы обещали, но не сделали же. Ну, это, как всегда, в наших лучших традициях обещать не злать жениться. Печально. Что же нужно сделать для улучшения вот этого бизнес-климата, о котором только ленивый не говорит? Вот я только не ленивый поговорю. Нет других путей, как демократизировать всю нашу государственную систему, начиная от обеспечения нормальных, справедливых демократических выборов и кончая нормальной работой парламента. Не вот этого имитационного, а нормального парламента, когда законы принимаются в спорах, в которых, как известно, ослаждается истина, когда правительство не договаривается заранее с парламентом о каких-то действиях, а действует в интересах экономики, а парламент действует в интересах избирателей. Вот тогда будет нормальная жизнь в стране, включая экономику и политику, и все что угодно. Некоторое время назад Евгений Григорьевич Ясин здесь, на вашем же месте, в первую очередь назвал судебные институты. Ну, конечно, это чрезвычайно важная вещь. Судопроизводство и вообще обеспечение верховенства закона, но это как раз один из признаков демократического государства. Я могу их много перечислять. Судопроизводство или верховенство законов – это один из ключевых признаков. Так же, как конкуренция политическая, без которой не бывает экономической конкуренции. Так же, как масса других признаков демократического государства, которые у нас пока или отсутствуют вообще, или существуют в таком замороженном состоянии. То есть, нам в ближайшие годы будет чем заняться всем? Ну, к сожалению, думаю, что проблемы будут и не только у власти, но и у рядовых людей. Ну, вообще, на самом деле, степень вот той самой либеральности экономики, она же может быть разной при успешной ситуации. Ну, вот в Западной Европе или в Соединенных Штатах она одна. Есть и успешный проект Южной Кореи, условно говоря, где все-таки государство играло довольно серьезную роль. Вот вы считаете, у нас для России какой из этих вариантов более приемлем? Или неважно, какой? Ну, это жизнь пока что, опять же, все зависит от ситуации, но не может развиваться нормальная экономика, когда доля государства сегодня, ну, по разным оценкам, составляет в экономике от 50 до 70%. Как известно, государство это, ну, так говорят, неэффективно, так принято говорить, неэффективный собственник. Можно это интерпретировать по-разному. Эффективный собственник – это предприниматель, бизнесмен, а доля бизнеса в нашей экономике регулярно снижается. Вот последняя цифра, которую я читал там в докладе Степашина, скажем, и было в этом антимонопольном ведомстве тоже звучало, где-то от 50 до 70% в экономике принадлежит государству. Такая экономика по определению не может быть высокоэффективной. Надо повышать долю частного бизнеса, который самый эффективный инвестор. Ну, и надо создавать условия благоприятные для предпринимательства. Это, прежде всего, гарантии собственности, которые, учитывая опыт Хоторковского или Евтушенко, или Чичваркина, который у вас на радиостанции фигурирует, учитывая этот опыт, эти гарантии собственности у нас сегодня нет. Значит, никто в долгую вкладываться по-настоящему не будет, за исключением особо приближенных к оператору. К сожалению, мы должны на этой оптимистичной ноте распрощаться с Яковом Ренцоном, бывшим министром экономики, советником председателя правления Роснана. Алексей Васильевич и Землер вернутся в эту студию через несколько минут. Спасибо. Персонально Ваш.